Всем привет из Киева! Меня зовут Оксана и сегодня в моих руках специальные ниточки. Как вы уже догадались, это ниточки Мадейра. Это нитки, которые смываются водой. Я безмерно благодарна девочкам-блогерам Наташе и Марине. Я оставлю ссылочки на их каналы под видео, которые подсказали мне. Наташа подсказала мне, собственно, своими видео, что такие нитки возможны для разметки темной канвы. Она показала, как смотрится данная ниточка на разных цветах канвы. Я оставлю ссылку под видео, обязательно посмотрите. И Марина подсказала мне, где ее приобрести в Киеве, потому что я искала долго и не по приемлемой цене, не просто по наличию не могла найти. Я искала даже на Сьюэнсоу, но почему-то ее там нет. На 1,2,3 стич тоже нет, поэтому как бы я решила искать в Украине, в Киеве. И теперь я стала счастливой обладательницей данной катушечки ниток. И отгадайте, что я с ней буду делать. Да, правильно, размечать канву, но мы не ищем легких путей. Я могла бы взять иголочку, вставить туда, вдеть ниточку и начать размечать канву вручную. Но нет, мне нужно что-нибудь поинтереснее, так как эта нитка подходит для швейных машин, для использования в швейной машине. Но она достаточно легко рвется, посмотрите. Что из этого выйдет, я без понятия. Давайте посмотрим вместе с вами. Итак, для начала давайте попробуем намотать эту ниточку на шпульку. Я мотаю на медленной скорости, чуть выше, ниточка не рвется. На шпульку наматывать обязательно, так как нижняя ниточка тоже должна растворяться. Для тренировки я буду использовать кусочек черной канвы АИДА-14, чтобы просто научиться попадать в клеточки. Так, при обычной лапке это стало невозможно попадать ровно в клеточку, поэтому я сменила на лапку для квилтинга. И давайте посмотрим, получится ли у меня это сейчас, так как здесь свободный ход. Да, что я могу сказать? Девочки и мальчики, что это не стоит того. Может быть на белой канве я бы еще попадала. Но, как вы можете наблюдать, ровностью моя строчка не отличается. Скажем, абсолютно нереально попадать в эти дырочки, потому что с квилтинговой лапкой, которая прыгает, еще более сложно. Проще видеть дырочки, но очень сложно именно ровно держать ткань, чтобы она вот так не прыгала. Но с этой канвой мы с вами проведем эксперимент. Я ее замочу в водичке и мы посмотрим, насколько правдива история с водорастворимой ниточкой. Итак, опускаю в водичку три свои строчки, вымученные, с водорастворимой ниткой. Сейчас 20.05. Посмотрим, за какой период растворится эта нитка. Она сразу потеряла свой цвет. Моментально я это вижу. Смотрите, цвет она сразу потеряла, превратилась в такую какую-то желейную штучку. На ощупь такая тянущаяся субстанция, вот, желеобразная. Я думаю, со временем она растворится совершенно. Ну, пусть полежит немножко. Полностью ниточка растворилась. Никаких следов я не вижу на ткани, абсолютно. Никаких таких, я не знаю, скользких и народных ощущений тоже нет. Здесь нитка только черная от канвы валяется и все полностью растворена. Это была холодная вода, сейчас 20.10. Я начала съемку в 20.05. То есть, понимаете, да? Пять минут и ничего нет. Ура! Размечаем темную канву водорастворимыми нитками. Все со мной согласны? Я думаю, да. Этот метод вручную оказался намного проще, но мне же нужно было проэкспериментировать обязательно, поэтому я это сделала. И я думаю, вам это тоже было интересно. То есть, для наметки именно каких-то вещей, кто вот шьет, да, идеальные ниточки подходят для швейной машинки, я выставляла натяжение нити на ноль и нитка не рвалась. Не пробовала при другом натяжении, ну вот. Четыре, пять, шесть, семь. Я стараюсь протыкать иголочкой дырку, чтобы не ошибиться. Вот это семь, да? Восемь, девять, десять. И там, где десять, я могу вот так сделать даже. И еще раз перепроверить, например. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Могу не перепроверять, то есть, когда как. И здесь у меня уже, в принципе, посчитано. Нужно только ровненько найти место. И швом назад иголку. Все очень легко прошивается. Один раз посчитала, а дальше уже вот весь ряд заполняется, не считая, вот таким методом. Очень легко. И это намного надежнее, конечно, чем на швейной машинке, потому что там, вы видели, да, я совершенно не могла попасть туда, куда мне нужно попасть было. Ни в одну дырочку я не попала нормально, ни в один ряд. Я делаю это так вот, прыгая двумя руками, потому что сейчас не очень удобно стоит фотоаппарат, конечно, тут скособоченная вся. Ну, кто снимает, тот поймет. Для наглядности вам показываю. Ну, принцип понятен, да? Вы только представьте, водорастворимая нить. Вам больше абсолютно не нужно подбирать какие-то специальные маркеры, которые могут, как бы, не отстираться потом от цветной конвы. Вот я специально для вас вставляю сейчас кусочки видео девочек, которых я, ну, пока что встретила на YouTube именно с этой проблемой. И ссылки на их видео полностью с описанием их проблемы, да, я оставлю внизу под своим. И вы обязательно посмотрите, как это бывает. То есть маркер, вроде бы, ведет себя отлично на белой конве, но как только он соприкасается с цветной, вы не можете быть уверены в его свойствах. То есть он может просто смешаться с краской от конвы и вступить, как бы, в химическую реакцию и дать просто непредсказуемый результат. Он хотел ее оформить в выходные, и когда он посмотрел, оказалось, что там видно следы от маркера. Они были такие бледно-бледно-бледно-желтые, и видно, что вот как клеточки. Начала я стирать свою работу. Напомню, что работу я размечала водорастворимым карандашом для ткани, но этот карандаш у меня не отстирывается. Пошла стирать, и маркер у меня не отстирался до конца. У меня начали появляться выступать розовые полоски. Дело в том, что я приобрела вот такой вот маркер. Я им расчертила всю свою конву для авантюрки. В итоге, вот поближе покажу, у меня после того, как я прополоскала и в холодной воде, остались желтые полоски. Не уверена, что они смоются вообще. И вот самая основная проблема, это то, что появилось вот такое пятнышко. И еще, я бы вообще всем советовала перейти только на разметку ниточкой, вот такой водорастворимой. Потому что даже с белых, не знаю, как на белой, кстати, будет смотреться, наверное, его не видно. Не видно эту нить. Но даже вот с белых тканей, я знаю случаи, когда маркеры смываются, все отлично. Но через 5-7 лет, или даже раньше, он начинает проявляться с желтыми пятнами. Возможно, под воздействием солнышко, когда картина у вас висит на стене, и солнышко попадает, да, и какая-то реакция там все-таки остаточная происходит. Так что будьте внимательны, выбирайте правильный способ разметки, такой, чтобы потом, как бы, ваш труд не оказался напрасным. Всем огромное спасибо за внимание, и до новых встреч на моем канале! Субтитры подогнал «Симон»!